Шенкурское сражение Шенкурское сражение. Чем закончилась и единственная рукопашная схватка между красноармейцами и солдатами США. Хотя официально США и Россия никогда не воевали друг с другом, столкновения между военными той и другой страны имели место. Об одном из таких, причем рукопашном, мы и хотим сегодня рассказать. Случилось оно в январе 1919 года под городом Шенкурском, что в Архангельской области. Используя кажущуюся сейчас нелепицей хитрость, красноармейцы тогда знатно наваляли и американцам, и их друзьям-канадцам. Но начнем немного издалека. Во время Гражданской войны в России воевали не только белые и красные. Первым активно помогали бывшие союзники по Первой мировой, страны Антанты. В этот период, известный как иностранная военная интервенция, кто только не покушался на русские земли. А началось все с Финляндии, которая, едва получив признание независимости от советского правительства, сразу же задумалась над тем, как отхватить кусок Карелии у доброго соседа. Чтобы предотвратить нападение Финляндии и хоть как-то стабилизировать обстановку в регионе, белогвардейцы пригласили войска Антанты. Роль миротворцев взяли на себя британцы и французы, прибывшие в Мурманск в марте 1918 года. Чуть позже к ним присоединились американцы и канадцы. Правда, спокойнее от этого не стало. Да и нападение финнов это не предотвратило. Подстрекаемые Германией те оккупировали район Аребалы и Паанаярви, а позже взяли и незмерзающий порт Печенгу. Смутное время в России, но прибыльное для интервентов. Они решили оторвать для себя кусочки побольше. Посетите бесплатный мастер-класс, который проводит инвестор с 15-летним опытом, живущий на пассивный доход. Его задача номер один – обучить сохранять ваши деньги, чтобы вы не тратили их под ноль, чтобы не лезли в долги, даже если вам кажется, что это невозможно. Задача вторая – приумножать кратно ваши сохраненные деньги пассивно, без вашего участия, чтобы в будущем вы могли жить на дивиденды своего капитала и обрести финансовую свободу. А из этих двух задач уже вытекают другие. Как выбраться из долгов, даже если это миллионы? Как накапливать на крупные покупки, при этом не ужимать себя во всем? Как обеспечить финансовую защиту и быть готовым к неприятным моментам в жизни? Как грамотно инвестировать свои деньги и уделять этому всего 4 часа в год? Как дать образование своему ребенку стоимостью 2-3 миллиона рублей? И так далее. Все это возможно, даже если ваш семейный доход – 30-40 тысяч рублей в месяц. Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс в описании под этим видео. На территории Архангельской области, куда переместилась часть мурманского десанта, иностранцами было сформировано правительство так называемой Северной области – марионеточного псевдогосударственного образования. А русский север теперь каждый из бывших союзников практически считал своей колонией. Особенно усердствовали англичане, которые начали массово вывозить из региона лес и другие природные богатства, а также военное имущество, ранее поставленное Британией в Россию и уже оплаченное русским золотом. Получается, они стали просто воровать. Местные крестьяне, еще недавно встречавшие иностранцев хлебом с солью, наивно полагая, что те принесут мир на их землю, поняли свою ошибку. Ведь в отношении местных интервенты вели себя, как привыкли, будто они – господа, а те – глупые туземцы. В народе все больше и больше стало проявляться недовольство иностранным оккупационным режимом. Желающих вступать в белую армию Северной области становилось все меньше. Зато росло число тех, кто уходил в партизаны или присоединялся к красным. Так из гражданской война превращалась в освободительную. Ключом к русскому северу для советской России стал город Шенкурск. Он открывал дорогу на Архангельск и позволял контролировать важные транспортные коммуникации региона. Неудивительно, что союзники сосредоточили здесь свои самые боеспособные соединения. 339-й американский полк, в котором насчитывалось 4 роты по 240 штыков каждая, 32 пулемета и 36 автоматов. У полка было усиление из канадцев и белогвардейцев, а также шенкурский батальон, в который входили местные крестьяне, около 800 штыков. Пластунский отряд, состоявший из 85 человек, и полк мобилизованных граждан, общее число которых составило 3000 человек при 30 разнокалиберных орудиях. Они укрепили подступы к городу Шенкурску со стороны реки, а сам город обнесли тремя рядами заграждений из проволоки с 16-ю блокгаузами, в каждом из которых расположили 3-5 гнезд для пулеметов. Еще город защищался морской артиллерией и имел в своем распоряжении орудия размером 120 мм на установке из бетона. А Красная армия при поддержке партизан нацелила на Шенкурск несколько сходящихся ударов. Атака началась в разгар Крещанских морозов 19 января 1919 года. Противники разведали, что в районах Кодымы и селе Никольском присутствуют Красные части, и выдвинули к ним Пластунский отряд и Шенкурский батальон в количестве двух рот со стороны Тарнянского погоста, а остальные две роты с полком мобилизованных Кодымскому. Наступательную операцию РККА разрабатывал бывший штабной генерал императорской армии Самойла. Во время этого наступления сражение шло при 37-градусном морозе, поэтому он предложил два ноу-хау. Пустил перед наступающими войсками лошадей, впряженных в сколоченные из досок подобие паровозного метельника, «Путь очистителя» для очистки подходов. И чтобы подход Красных к Шенкурску сделать менее заметным, Самойла приказал солдатам снять полушубки, одеть ватные штаны и ватные кацавейки, а сверху натянуть белые рубашки с такими же кальсонами. Так советские отряды буквально затерялись в снегах. И это позволило им незаметно подходить к позиции противника чуть ли не на 20 шагов, чтобы неожиданно идти в атаку. Еще Самойла приказал казначею ехать позади советского войска и удовлетворять претензии со стороны местного населения, если были какие-либо эксцессы. Более того, заблаговременно в район проводимой операции привезли продукты и фураж, нужно было оплатить лишь подводы. В тот момент практически не было случаев, чтобы какая-то часть или отдельные солдаты чем-то нарушили спокойствие местного населения. Сначала у Красной Армии ничего не получалось, все атаки были безрезультатными на Вашском направлении. Но потом ход сражения изменился. Между Кодымой и Шенкурском встретились отряды противников, советским войскам удалось там закрепиться. Пока они сражались, советский инженерный отряд, у которого имелось шестидюймовое орудие, смог обойти противника и зайти к нему с фланга. Часть мобилизованных сдалась, другие ушли к деревне Сергиевской. И там 22 января советские войска совершили такой же маневр. Каково было удивление американцев, когда буквально в десятки метров перед их окопами из ниоткуда поднялись красноармейцы и с криками «Ура!» пошли в штыковую. Прорвав первую линию обороны, красные вошли в деревеньку Усть-Падинга на подступах к Шенкурску и, заняв стратегическую возвышенность, установили там пулемет, тем самым перерезав пути и для отхода подкрепления, и для организованного отступления. От полного разгрома американцев, которые, по воспоминанию одного из командиров, молились и отползали, спасли вступившие в бой белые части. Они продержались до ночи и лишь после этого были выбиты из деревни. Под огнем белые стали отступать к Шенкурску, а Красная Армия – вести наступление с постепенным захватом близлежащих деревень. Этот нажим дал возможность Вашскому отряду убрать противника с позицией, которые тот занимал, и также подойти к Шенкурску. Несмотря на то, что у интервентов и белогвардейцев в Шенкурске было порядка 20 орудий, они ночью ушли из города, и утром все три советских отряда вошли в Шенкурск. Американцы с канадцами и остатками белогвардейцев бежали, оставив в качестве трофеев полтора десятка пушек, более полусотни пулеметов, тысячи винтовок и три миллиона патронов к ним. Еще они оставили обмундирование, которого хватило на три тысячи солдат, и запас продуктов для пяти тысяч человек из расчета на четыре зимних месяца. Противник ушел на 90 километров на север от города и попробовал закрепиться там. Тогда войска интервентов смогли избежать плена, а цель, поставленная перед Красной Армией, не была выполнена до конца. Стоит сказать, что причиной тому было несколько факторов, прислушиваясь к которым, командование могло бы полностью завершить поставленную задачу в отношении интервентов. Первое – операция управлялась из Вологды и находилась под армейским командованием. Полноценную связь по телеграфу с Вологдой могли осуществлять только командиры Вашского отряда. Те отряды, что шли из Няндамы и Красноборска, хоть и тянули с собой провода для связей и могли общаться, тем не менее связь с Вологдой очень часто обрывалась. А в 30 километрах от Шенкурска она пропала окончательно. Второе – у каждого красноармейского начальника были индивидуально поставленные задачи. Но все они хотели попасть в Шенкурск первыми, поэтому эти задачи выполнили не до конца. Третье – люди очень устали во время труднейшего перехода в сильный мороз. Они, несмотря на наличие продовольствия, доставленного заранее, не могли себя выдать, жили впроголодь без горячей пищи. Четвертое – не было среди начальников отрядов единоначалия. Когда они зашли в Шенкурск, то стали ссориться, кто тут главный. Если бы не член Реввоенсовета, который также находился в войсках, то при пирательство могло бы вылиться вооруженное столкновение отрядов, до которых дошли разговоры о ссорах между командирами. Однако член Реввоенсовета пригрозил конфликтующим сторонам расстрелом, что существенно умерило их пыл. Эта операция стала страницей славы для советской 6-й армии. Они частично решили поставленную задачу, находясь в сложных условиях. Силы были практически равны с противником, который расположился в хорошо укрепленном городе. Однако окруженного противника советские отряды так и не смогли взять в плен из-за неопытности командного состава и слабой обученности солдат. Кстати, американо-канадское бегство было остановлено лишь за 100 километров от Шенкурска, после чего войска Антанты уже сами белогвардейцы отправили в тыл, а затем и домой в США и Канаду.